В период пандемии медицинские учреждения Ухты особенно остро ощутили нехватку кадров. Так, в Ухтинской городской больнице кадровый дефицит составляет 48%. Если к работе с санитарами привлекают студентов медколледжа, то с квалифицированными докторами сложнее. Ощутимую поддержку в этот период оказывает программа по привлечению кадров «Земский доктор». Подробнее Виктория Науменко. Программа «Земский доктор» действует с 2014 года. Государство дает молодому специалисту 2 миллиона рублей. Взамен он отрабатывает минимум 5 лет в сельской местности. Ухтинская больница находится в поселке Шудаяк, поэтому соответствует условиям программы. На сегодняшний день в рамках этой программы здесь работает 38 докторов, принятых в разные годы. Вначале получали 500 тысяч рублей, в последующие годы по миллиону. Последние годы, то есть 20-е годы, это 2 миллиона рублей. До получения суммы этой мы, в общем-то, арендуем жилье. Когда они получают сумму, это по колдоговору, когда они получают сумму, за 2 миллиона можно квартиру купить. Впускник коми филиала Кировской медакадемии Денис Горецкий в Ухту приехал из Сыктывкара вместе с женой, медиком-субмедэкспертом. Здесь они работают более 4-х лет, то есть контракт подходит к концу. Однако уезжать из Ухты они не планируют. Условия программы «Земский доктор» молодую семью полностью устроили. Полученные средства помогли встать на ноги, а работа в Ухтинской больнице затянула. Я потратил часть, купили мы машину, была машина, но такая она была, уставшая, поэтому решили купить тоже не новую, но такую получше, и часть на ипотеку. С выбором профессии Денис определился к старшим классам. Медицинское дело счел увлекательным и, главное, востребованным. И не ошибся. К примеру, 4 года назад произошел случай, который окончательно убедил молодого человека в том, что он на правильном пути. В больницу повторно поступил пациент после химического ожога верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Мужчина выпил какой-то яд, поясняют врачи. Больного лечили, но он сбежал, не закончив курс. И вот спустя пару месяцев вернулся с серьезными осложнениями. Медики долго готовили его к тяжелой операции и сомневались в благоприятном исходе. На операционном столе больному удалили часть желудка. После реанимации продолжительное лечение в хирургии. В итоге он смог кушать сам. И в сознание пришел. Это было волшебство. То есть, ну, вот это был тот момент, когда я понял, что, да, вот наша профессия – это прямо вот это. Вот этим заниматься надо. В период пандемии докторам приходится быть в состоянии особой готовности спасать и вот так буквально вытаскивать с того света. Известно, чем подчас может обернуться тяжелое течение ковида. По специализации Денис Горецкий – хирург. Но к работе именно с ковидными пациентами подготовили и его. Как и всех докторов Ухтинской городской больницы. Все доктора больницы обучены по лечению ковид больных по 36-часовой программе. Практически все. Все имеют удостоверение и имеют право на оказание помощи и лечению этих больных. И практически весь персонал больницы занимается вплотную. В рамках программы «Земский доктор» в этом году в Ухтинскую больницу поступили еще пять специалистов. Так, реаниматолог и два рентгенолога уже приступили к своим обязанностям. На оформлении – невролог и кардиолог. Вне зависимости от профиля специалистов, пополнение кадрового состава становится для Ухтинской больницы ощутимым подспорьем в работе. В условиях сложной эпидемиологической ситуации каждый квалифицированный медик – находка и потенциальный герой, спасающий жизнь. Виктория Науменко, Павел Логутин, телеканал Юрген, Ухта.